Всем привет, с вами Первый Видеоавторынок и сегодня в обзоре Что хорошего в немецком бюджетном седании Volkswagen Jetta A6 Далее в обзоре мы посмотрим машину внутри и снаружи, оценим эргономику, замеряем багажник, дорожный просвет Ну и в конце, конечно, ложка дегтя, куда же без нее Досмотри этот обзор до конца, чтобы быть в курсе всех сюрпризов этой модели Шестое поколение седана Jetta появилось в 2010 году Эту машину выпускали целых 9 лет Последние экземпляры покинули конвейер в 2019 Рестайлинг пришелся на 2014 год В ее основе лежит платформа хэтчбека Golf Но ни одной общей кузовной панели с ним данная машина не имеет На российский рынок эти авто поставлялись с одним из следующих вариантов моторов 1.4 с турбонаддувом на 122 либо 150 лошадиных сил 1.6 в атмосферном исполнении 85 лошадей в базовом и 105 в более мощном Это касается до рестайлинга После рестайлинга линейка моторов сменилась и это пошло модели на пользу Коробки передач, механические 5 или 6 ступеней, 7-ступенчатый робот типа DSG Либо классический автомат на атмосферном 1.6 с 105 лошадиных сил Сегодня на подъемнике 2013 год выпуска Это до рестайлинг, 146 тысяч родного пробега, 1.4, турбо 122 лошади и DSG 7 Габаритные размеры кузова шестой джеты Длина 4 метра 64 сантиметра Ширина 1 метр 78, а высота 1 метр 45 Колесная база этого седана 2,65 Снаряженная масса 1417 килограмм А максимально разрешенная 1870 Радиус разворота 5,5 метров Ну а теперь про плюсы, самым главным из которых является кузов этого автомобиля Помимо симпатичного внешнего вида, кузов джеты это пример того, как нужно делать с точки зрения сохранности от коррозии Все кузовные панели у этой машины оцинкованы и гниют они крайне неохотно Касается это в основном подбитых и наспех починенных экземпляров Что касается толщины лакокрасочного покрытия, родная краска это 100-140 микрон в данном случае А вот типичная вага-проблема с обшелушивающейся краской для этих моделей не особо характерна Следующий жирный плюс этой модели это огромный багажник 510 литров каталожного объема Конечно это не лифтбэк как Шкода Октавия, но с хозяйственными функциями вполне справится А теперь замеры Ширина проема по средней части 104 сантиметра Высота до полки 55 Ширина по полу в узкой части 102 сантиметра А длина целых 112 Для перевозки длинномеров складывайте заднее сидение При сложенном заднем сидении вы можете увезти здесь груз длиной до метра 85 Показатель достойный иных универсалов А если груз узкий и длинный, проталкивайте его между креслом, упирайте в панель и увезите здесь нечто до 2 метра 85 Что касается удобства багажнику, здесь есть карманы по бокам, один отделен пластиком, другой сеткой Спинка заднего сидения складывается из багажника А под фальшполом размещается запасное колесо плюс набор штатного инструмента А теперь к третьему плюсу эргономики Начинается она, кстати, уже с багажника Производитель заботливо обозначил здесь места расположения ручек для закрывания багажника Чтобы потребитель не шкрябал ногтями по всей площади пластика И плавно перемещаемся в салон этого автомобиля Несмотря на то, что эта машина не относится к бизнес-классу, здесь более чем достаточно места И попадая за руль этого седана, сразу отмечаешь крайне удачный профиль кресла Сидения здесь комбинированы в данной комплектации, кожаные боковушки Ярко выраженная боковая поддержка не только на спинке, но и на подушке тоже Регулировки сидения, механический диапазон просто огромный Если я при росте 1,86 м отодвигаюсь назад, я могу буквально болтать ногами в педальном узле При этом левой ногой я не могу дотянуться до моторного щита Регулировка руля здесь механическая в огромном диапазоне Так что проблем устроиться за рулем здесь не будет, я думаю, ни у кого И вообще, сразу отмечаешь, отличное взаимное расположение рулевого колеса, сидения и органов управления Все очень удобно, все расположено ровно там, где это должно быть Впрочем, с эргономикой увага всегда было отлично Передняя панель лаконичная и абсолютно читаемая здесь Бело-красная подсветка и аналоговые приборы Наличествует и указатель температуры Центральная часть панели занята дисплеем бортового компьютера Сервисные сообщения, незакрытые двери и одометр плюс часы Все это на нем При этом не сказать, что салон Jetta изобилует кнопками Стандартный блок стеклоподъемников на левом подлокотнике Все стекла с авторежимом Клавиша центрального замка наверху рядом с ручкой открывания двери И джойстик управления зеркалами здесь же Боковые зеркала складываются и имеют функцию подогрева Для этого джойстик нужно повернуть в соответствующее положение Слева от руля переключатель света по немецкой традиции Поворотная шайба С несколькими положениями противотуманные фары Передние и задние включаются вытаскиванием переключателя на себя Довольно нетипичное решение вывести выключатель круиз-контроля на указатель поворотов Этот же подрулевой переключатель заведует и переключением света фар ближний-дальний Левый же отвечает только за стеклоочиститель На руле два блока клавиш Левая сторона относится к мультимедийной системе и телефону Правая к бортовому компьютеру Магнитола, занимающая центральную часть панели, здесь с экраном Но камеры нет Есть парктроник с графическим отображением расстояния до препятствия Основная претензия к блоку климат-контроля здесь, в моем случае, это мелкие кнопочки И не сказать, что они тактильно различимы Впрочем, температура регулируется поворотными шайбами, как и обороты вентилятора Так что управление климатом практически не потребует отвлекаться от дороги Тем более, есть авторежим Климат, кстати, двузонный Клавиши подогрева сидений затерялись здесь же По краям от кнопок изменения режимов обдува Внизу перед селектором коробки передач у нас располагается прикуриватель Что уже не так часто встречается в современных автомобилях Ну а селектор КПП ДСГ в нашем случае имеет прямую прорезь Отдельная секция для ручного режима переключения передачи Кнопка блокировки Ручник простой механический Полочек и подстаканников здесь не так много Не вполне удобная полочка перед селектором КПП Куда можно бросить мобильный телефон Два подстаканника в центральной панели Один из которых занят пепельницей, которую можно вытащить и выбросить Небольшой по объему бокс в центральном подлокотнике А основной бардачок имеет отдельную секцию для хранения тех документаций к автомобилю Невелик по своему объему Зато здесь есть сопло системы кондиционирования То есть можно охлаждать то, что вы в него положите На потолке присутствует футляр для очков По части обзорности в целом к автомобилю претензий мало Кроме, пожалуй, капота-невидимки Лобовое стекло поуже, чем на некоторых других современных авто Но боковая линия стекления низкая Зеркала информативные Кстати, несмотря на зауженную форму Со слепыми зонами проблем не будет С краю здесь очень сильное преломление Которое позволяет вам видеть, что происходит слева и справа позади вас При перестроениях без вопросов Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду Что касается заднего дивана То личное впечатление от заднего сидения Volkswagen Jetta В данной комплектации это полный восторг Задний диван здесь тоже имеет четко выраженный профиль Последний раз нечто подобное я испытывал на BMW E39 на заднем сидении При этом сидение в меру жесткая подушка Кстати, плоское посредине Поэтому третьего пассажира при необходимости здесь разместить можно Но выступающий далеко назад центральный тоннель намекает, что третий здесь все-таки лишний Что касается запаса пространства Места над головой здесь достаточно При моей собственной регулировке сидения я не упираюсь в него коленями Место, куда деть ступни Также хватает под левой рукой Обшитый кожей мягкий подлокотник Плюс удобная ручка С правой стороны из центральной части сидения откидывается удобный подлокотник Здесь два подстаканника 12-вольтовая розетка для задних пассажиров Собственные дефлекторы вентиляции Маленькая полочка А самое главное Шедевральный переключатель света на потолке В целом, если у вас возникнет вопрос Где ехать Volkswagen Jetta 6-й генерации Можете смело выбирать заднее сидение Здесь комфортно Ну а теперь плюс номер 4 Дорожный просвет Чокотоложное значение 160 мм Вооружимся рулеткой Проверим на соответствие Под защитой моторного отсека Те самые 16 см Передний бампер и вовсе находится В 19 см от асфальта Расстояние до порога за передним колесом 18 см В задней части 19 А вот низшая точка В задней части автомобиля Это сама банка глушителя До которой от асфальта 20 см ровно Так что по меркам легковых авто С дорожным просветом У этого автомобиля Все обстоит более чем благополучно Теперь про ходовую часть Всю подвеску Jetta Также можно смело записывать В ее пятый козырь в рукаве До пробегов в 100 000 км В этой ходовке Менять приходится разве что В стойке стабилизатора По конструктиву Спереди здесь используется Макперсон Шаровые опоры в нижних рычагах На болтовом соединении Меняются отдельно Даже в оригинале А вот сам стабилизатор Размещен сверху на подрамнике И доступа к его креплениям нет Для замены втулок Подрамник придется демонтировать Рулевая рейка здесь электрическая Не отличается слабостью Ни сам электроусилитель Ни собственно механизм Что касается антикоррозийной обработки Для российского рынка Эти машины собирались на двух сборочных предприятиях В Мексике Либо уже непосредственно у нас И антикорр здесь нанесен Как на сами пороги Так и на центральную часть кузова Которая вдобавок щедро закрыта Пластиковыми защитами и термоэкранами Топливный бак у этого автомобиля Сделан из пластика Его объем 55 литров Что достаточно с учетом Небольшого расхода топлива Любой из модификаций Что касается задней подвески Здесь многорычажная схема По одному продольному И по три поперечных рычага На каждую сторону Слава богу обошлось без шаровых опор Пружина и амортизатор стоят отдельно Друг от друга Ну а тормоза здесь в круг дисковые Задний стабилизатор А в абсолютном доступе Замена втулок Проблемы не представляет Антикорр также замечен Как на соединительных швах кузова Так и на самой ниши запасного колеса Надо отметить Что на конкретном экземпляре Несмотря на пробег Почти в 150 тысяч километров И 2013 год выпуска Ржавчины снизу Можно сказать нет Разве что на элементах подвески Таких как например Задний подрамник И то очень в ограниченном количестве Что касается двигателей Самый надежный агрегат Под капотом этого автомобиля Это 1.6 атмосферник 150 лошадей Его индекс CFNA Этот же цепной мотор Встречается на Volkswagen Polo В дорестайлинге И самая главная проблема Таких движков Это склонность Стучать поршнями при перекладке Делать они это начинают Уже к пробегам Около 100 тысяч километров Иногда ранее Но при этом ездят С подобным дефектом В кавычках До полмиллиона Плюс такой двигатель Сочетается с классическим Автоматом На 6 ступеней И это самое Беспроблемное сочетание Если вы понимаете О чем мы А вот та самая Ложка дегтя Которая для кого-то Может и перевесить Все обозначенные Плюсы модели Это турбомоторы Объемом 1.4 В данном случае Базовый 1.4 На 122 лошадиные силы Носит индекс CAXA По конструкции Это чугунная Рядная четверка Два верхних распредвала Есть гидрокомпенсаторы Цепной привод ГРМ Прямой впрыск И конечно Турбонаддув Из неприятностей С которыми сталкиваются Владельцы подобных моторов Это растяжение цепи ГРМ На малых пробегах Также здесь Иногда Как говорится Делает голову Вестгейт турбина И ее управляющий клапан Как и любой Прямо впрысковый мотор CAXA Склонен к нагрообразованию На впускных клапанах Нередкое явление И тече антифриза Ну а пожалуй Самая главная проблема От низкокачественного бензина Который вызывает детонацию Здесь Были прецеденты Разрушения поршней Так что рекомендуемое Октановое число Для подобных агрегатов Не ниже 98 А лучше 100 Есть ли плюс У подобного двигателя Да Даже несколько Это топливная экономичность Это динамика Сопоставимая С двухлитровым атмосферным мотором А также Наличие на них Запасных частей Что касается коробок передач В данном случае С двигателем Агрегатируется Семиступенчатый робот С двумя сцеплениями DQ250 Коробка как коробка В целом Для подобного Маломощного мотора Единственный момент Что ресурс Сухих сцеплений Сильно сокращается Если машина Постоянно эксплуатируется В условиях пробок Встречаются и случаи Выхода из строя Мехатроника Что ныне В ремонте недешево Поэтому если вы смотрите Подобную машину На DSG Желательно Чтобы прошлый владелец Все необходимые работы По коробке Уже провел И подтвердил их вам Заказ нарядами Если же вы ездите В основном по трассе Эта трансмиссия Будет служить вам Практически вечно Не забывайте Менять рабочую жидкость Раз в 60 тысяч километров Помните Главное правило При выборе Турбомотора От VAG На DSG Чем более Современную версию Мотора вы купите Тем меньше проблем С ней Хлебнете Затем не обязательно Что все вышеперечисленные Вы соберете На своей джете Но зачастую Если пробег автомобиля Уже приближается К отметке 150-200 тысяч Кое-какие работы По мотору В любом случае Проводить приходится Как показывает Наш собственный опыт На сегодня это все Надеемся Обзор оказался полезен Если это так Ставьте лайки И не забывайте Подписаться на канал Ну а если довелось Владеть подобной Джетой Шестой генерации Пишите все свои впечатления В комментарии Будет интересно Спасибо за просмотр До новых встреч Пока